Однажды настанет тот великий день, когда китайцы научатся варить рис. Ложку я есть не буду. Ну и вот Дима свинья поел, и одной салфетки вполне хватило. Эх, друже-друже. Привет, ребята. Ну что, как там в декабре? Я этот ролик записываю буквально в последний день ноября, что вы можете заметить по моей все еще не побритой будке у меня, но ушей в новембр еще не закончился, а ролик выйдет 2 декабря в среду, соответственно, и у меня уже лицо изменится, все вот это уберется куда-то, и у вас уже официально наступит зима, так что пишите в комментариях, как вам зима 2020, как вам ее начало, задолбало уже или нет еще. Сегодняшнее видео больше разговорное, и на самом деле каждый раз в таких видео хочется сказать, что типа, ну сегодня особо нечего рассказать, то есть есть как бы кое-какие мысли, которыми я хочу поделиться, и ролик, наверное, получится коротким. Но ни разу он еще не получался коротким, поэтому никаких обещаний я давать не буду. И так как сегодня среда, и надо что-то есть на камеру, соответственно, у меня есть вот это еще не вскрыто, я еще не доставал, и честно признаться, я из этого ресторана еще не пробовал. Там кушала моя жена, ей не понравилось, но мы об этом сегодня еще поговорим. Главное, что в теории мне там может понравиться. Что это, зачем это, почему это, об этом чуточку попозже. Главная тема сегодняшнего видео, это, естественно, карри. Вы прочитали это в названии ролика, вы видели это на обложке. Так почему же карри? Во-первых, потому что я обожаю карри. Во-вторых, потому что есть много вообще непонимания того, что такое карри. Ну и в-третьих, потому что карри – это вещь, которая должна быть, ну не то чтобы любима, хотя бы узнаваема большинством людей. То есть это такое блюдо, это такой тип еды, который должны люди знать. И должны, знаете, вот как бывают какие-то хорошие молодые группы, хорошие маленькие каналы на ютубе, которым надо дать шанс, чтобы люди хоть раз их увидели. А дальше они уже сами попрут, люди сами начнут смотреть эти каналы, люди сами начнут слушать старые альбомы этих групп. Потому что о многих вещах люди просто не знают. Им не нужна реклама. Их не нужно пиарить, выдавать их там лучшие стороны и прикрывать их плохие стороны, прикрывать их недостатки и выпячивать их преимущества. Нет. О некоторых вещах просто надо рассказать, что это и зачем это. А дальше люди попробуют и сделают для себя выводы, нравится или нет. Я знаю, что, допустим, Олегу славному друже карри, ну, так себе. То есть для него это очередная какая-то тушенка с чем-то, просто с индийскими специями. Да, очередное жужево, жижево, хрючево, как это ни назови. Для меня карри это великая вещь. Почему это великая вещь? Давайте расскажу. Во-первых, надо начать с того, что такое карри. У меня есть Википедия. Давайте сейчас я на Википедии найду вам точное определение того, что такое карри. Карри – встраиваемый язык программирования общего назначения, реализованный поверх языка Haskell. В карри объединены две парадигмы декларативного программирования – функциональное и логическое. Более того, в этом языке использованы наиболее важные операционные принципы подобных декларативных языков, назван в честь американского ученого Хаскела карри. Че-то как-то не то, да? Че-то не то. Ладно, это все шутки. Давайте обсудим серьезно, что такое карри. Существует три разных штуки. Есть дерево карри, есть порошок карри, есть блюдо под названием карри. Эти три штуки друг с другом соотносятся, скажем так, не совсем на 100%. Начнем с дерева карри, как основа. Дерево карри, точнее его листья, когда-то были составными частями одноименного порошка, одноименного набора специй. Но при этом набор специй под названием карри давно уже не обязан никаким образом включать в себя, собственно, порошок из листьев этого самого дерева. То есть мы уже приходим к тому, что от оригинального дерева, которое называется карри, в порошке не обязательно должно присутствовать вот хоть что-то. Соответственно, набор специй под названием карри, он должен быть на чем-то основан. Основан он на куркуме. Куркума достаточно яркая, вы прекрасно представляете, что такое куркума. Это, по сути, краситель с очень ярким запахом и практически отсутствующим вкусом. То есть куркума в карри просто ради цвета, ну и аромата. Но вкуса у него нет, она даже горчит, наверное, больше, чем вкус какой-то дает. Поэтому, по сути, порошок карри это куркума изначально плюс все, что вы туда напихаете. И тут мы приходим к третьему, самому важному и тому, что находится в этом пакете, к блюду под названием карри. И блюдо под названием карри происходит от тамильского слова карри, которое переводится как соус. Соответственно, на тамильском языке, это один из языков Индии, вообще все вот этого индо-китайского региона, очень много тамильцев, очень много носителей тамильского языка. Любой соус от кетчупа до соевого, что вы не назовете, все это будет карри. Такие дела. При этом это не единственная страна, у которой такой прикол. Вы можете приехать в Испанию или в любую испаноязычную страну и охренеете от одного момента. На испанском языке соус сальса. И поэтому любая сальса, которую вы закажете, это будет соус. А любой соус, который вы закажете, это будет сальса. И поэтому, заказав какую-то сальсу там с томатами, вам вполне просто принесут кетчуп. Обычный кетчуп. И это будет сальса. Потому что сальса переводится как соус. И все. И у нас принято считать, что сальса там, пико де гайо, сальса верде, вот эти все соусы, это все что-то такое вот латиноамериканское, мексиканское, к такосам, к бурритусам. А нет, кетчуп это тоже сальса. И любой соус, и терьяки, и унаги, это сальса терьяки, и сальса унаги. Хотя к Испании, и к любым латиноамериканским странам, ни унаги, ни терьяки, ни, не знаю там, соус эксо, про который еще будет рассказ на канале, не имеет никакого отношения. Но все это сальса. И знаете что? Все это карри. Все это карри, потому что на тамильском языке карри значит соус. Естественно, все прошло своей трансформацией, естественно, прошло очень много времени, потому что, чтобы вы понимали, первые упоминания вообще о карри как блюде существуют за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова, то есть четыре с половиной тысячи лет. Мы вообще очень глубоко уходим в историю. Там предыдущее видео было про двухтысячелетний бургер, сейчас про четырехтысячелетний соус. Давайте уже вскрывать. Я знаю, что вы хотите еду. Я взял сет. Простейший сет, который этот ресторан рекламирует. И я думаю, что он меня не должен сильно разочаровать. Давайте посмотрим, что тут было внутри у меня. Пакетик. Он будет мусорным пакетиком. Почему-то на пакетике не написано, тут самолеты летают, не обращайте внимания, одну очень важную вещь, которую они пишут у себя даже на ресторане. Сейчас посмотрим, есть ли эта надпись тут. Да, можете увидеть вот здесь надпись Тайвонг Ист Стрит, Кари Хаус, и с какого-то там 1983 года существует этот Кари Хаус. И вот такое дело. Был я в этом Кари Хаусе, на Тайвонг Стрит, это находится в районе Ван Чай, в Гонконге. Он там один, называется Интернешнл Кари Хаус. Это самое вообще знаменитое Кари-место Гонконга. Оно реально существует там с 80-х годов. Открыли его индусы. И какое отношение вот это имеет к тому, я не очень понимаю, потому что название чуточку другое. блюдо в меню там, я просто помню, у меня даже где-то фотография, не знаю, найду сейчас, не найду фотографии, оттуда есть. Там меню, оно как говно. Оно очень плохо выглядит. То есть его просто взяли какую-то бумажку, заламинировали, и вот оно там сто лет лежит, только маркером такие делают наклеечки и маркером меняют цену, потому что там все дороже и дороже, потому что это место все знаменитее и знаменитее. И с годами там реально очень сильно подорожало. То, когда я туда ездил там 10 лет назад, и то, когда я там был последний раз, наверное, с год-полтора назад, там цены уже раза в два поменялись, а с 80-х, наверное, раз в 10 подорожало все. И какое это имеет отношение, не знаю, но, как по мне, у меня есть ощущение, что это такая фантазия на тему, вдохновлено тем самым кари. Посмотрим, что здесь. Можете видеть, вот такие контейнеры, они запакованы, то есть здесь как бы закрыто все этой пленкой, сейчас увидим, вскроем. Вот это, я так понимаю, рис. То есть здесь сам кари, его достаточно дофига, я думаю, что грамм, наверное, 300-350. Риса, ну, тоже нормально, плотно набито внутри. И попить. Вот такой попить принесли, я не знаю, что это за чай, давайте его попробуем. Вы знаете, что я большой фанат всяких чаев. А как это открывать-то? А как тебя открыть? Очень интересная система, смотрите. А это, наверное, просто носить так за кольцо, потому что здесь вообще никак эту дырку не пробить. Вы можете посмотреть на камере, что здесь нету никакой возможности, то есть обычно бывает, там трубочку дают, и так трубочкой пробил, и все. Здесь это цельная, цельно пластиковая фигня, причем с пластиковым кольцом внутри, то есть это никак не пробить. Я думал, что это как-то вскрывается, оно все вскрывается, и потом ты через эту пимпочку пьешь, хотя было бы нелогично, тогда бы оно проливалось. Наверное, это просто для переноски, еще посмотрим. Да, можно вот так, типа, как с сумкой ходить по улице, такой, типа, пошел с чаем. Классно. Не, на самом деле, почему нет? Давайте попробуем. Черный чай. Знаете, похож, чем-то похож, напоминает на тот гонконгский чай, у меня было видео, сейчас ссылочка вот здесь появится, где я про мясные шары и про гонконгский чай рассказывал, только как будто молока забыли добавить. То есть там вот вкус смеси чая с кофе, он присутствует и здесь. То есть как будто вот вы пили черный чай с лимончиком, причем лимончик тоже ощущается, и кто-то случайно, мимо проходя с чашкой американцев, она такой плеснул, и у вас там несколько капель кофе попалось. Вот черный чай, такой вот индийского стиля, то есть прям, ну, карри, да, индийский, с вот этой гонконгской ноткой, поэтому, да, что-то гонконгское в этом есть 100%. Так, опять уезжает пакет. Мне вы постоянно пишите, вот такое решение, как сделать себе мусорку, вот такое решение, как сделать себе мусорку, пока мусорки нет. Так, давайте вскроем рис, чего бы уже не вскрыть рис. Конечно, хотелось бы видеть рис басмати, конечно, хотелось бы видеть это дело. Кстати, хочу сказать, у меня тут футболка Шри-Ланка, не просто так сегодня, я специально выбрал футболку под это блюдо, потому что из тех стран, где я был, шри-ланкийский карри, это самый вкусный карри, который ел в жизни. Я ел в жизни. И тут тоже надо, как бы, обговорить с вами, и спросить вас, если вы бывали в Азии, карри какой страны вам нравится больше? Потому что у всех, как бы, карри ассоциируется с Индией, да, изначально, если вы не были в Азии, если вы не ели карри, для вас карри это вот танцы, пляски и, соответственно, индусы. Но любой человек, который бывал в Азии, для него карри это воспоминания о любимой из юго-восточных стран. Причем карри бывает не только юго-восточная, бывает индийский карри, филиппинский карри, малазийский карри, индонезийский карри, тайский карри. Тайский карри так вообще дофига народу любит, и причем тайцы, наверное, самые разнообразные в плане карри. У них и красный карри, и желтый карри, и зеленый карри. И этих карри существует огромное количество подвидов. При этом существует японский карри, который очень знаменит. У меня был ролик недавно, когда я делал ому райсу. Ому райсу тоже был с карри, но там карри не так важно было. Там мы все-таки про омлет разговаривали. И там был вот этот японский карри. Японский карри отличается какой-то супер кремовостью, супер нежностью. Это какой-то... Он вообще даже без намека на остринку, он максимально нежнейший. Это какая-то, знаете, такое карри-облако. Облако с вот карри-нотками. Индийский карри – это обычно острота, это куча вот этого. Вечно забываю, как его, куркума, да, турмерик. У меня просто вот турмерик, слово в голове крутится, а слово куркума забываю. Вот этот цвет куркумы. Но в Индии существует огромное количество этих всяких соусов, которые в теории на Тамильском, опять же, все должны называться карри. Но там есть всякие тико-масалы, баттер-чикен соусы и прочее, прочее, прочее. Их там огромное количество. Все они отличаются, только если ты шаришь. То есть, если у тебя вкусовые рецепторы работают так, что я могу отличить борщ от котлеты, и могу еще макароны по-флотски от этого по вкусу отличить. Все остальное плюс-минус еда для меня. Есть такие люди, реально, я уверен, что и вы знаете огромное количество таких людей, для которых любая еда плюс-минус еда. Жидкая еда или твердая еда. В любом случае еда. То если у вас вкусовые рецепторы, ну, хоть немножечко более прокачаны, и вы можете отличить там какие-то тонкости, да, там, не знаю, какой-нибудь гуляш восточноевропейский от какого-нибудь там, не знаю, паприкаша из какой-нибудь балканской страны, да. Вот если вы вот эти тонкости улавливаете, хотя с виду оно будет одинаково, все похоже на тушеную какую-то картоху с мясом из кучи перца или там томатов. Вот. Если вы вот эти штуки отличаете по вкусу на каких-то тонкостях рецепторов, то и здесь вы поймете, в остальном это для вас будет жужева. Просто обычная жужева, которая такая, типа, чуть более коричневая жужева, чуть более красная жужева, чуть более зеленая или чуть более белая жужева, плюс-минус еда. И как бы вот, если все-таки научились уже отличать, если у вас рецепторы включились и начали работать, то вы вот, вспоминая ту страну, в которую летали, будете вспоминать карри оттуда. Филиппинский карри неплох, китайский карри, кстати, существует, но это скорее переработка японского карри, это уже фантазии на тему японского карри. Вьетнамский карри, насколько мне известно, существует, но он тоже как бы не особо оригинальный, он там смесь Таиланда с чем-то непонятно, может, с Индией, но все равно в любом случае существует практически, ну, для каждой страны Азии существует свой карри. В каких-то странах он существует уже тысячелетия, в каких-то странах он там существует 10-20 лет, но потихоньку-потихоньку он образовывается. Я даже не знаю, с каким мясом у меня карри на данный момент. Ну, надо пробовать. Кстати, что по комплектации-то? А то мне тут дружно написал, что меня блогер какой-то укусил, поэтому давайте говорить, как же ж мало салфеток. Вообще их одна, на самом деле. При том, что карри достаточно, ну, блин, куркума, она же вообще краситель. Соответственно, выглядит это дело вот так, ребята. Вот таким вот образом. Блин, солнышко, конечно, сегодня жестко светит, поэтому, наверное, все в тени будет. Но выглядит неплохо. Выглядит как карри. Тут есть брокколи, есть много мяса, есть грибобасы. Насколько я понимаю, не знаю, что это. Похоже на грибы. Есть, по ходу дела, картоха. Или это картоха так нарезанная. И есть рис. Рис, не думаю, что вам особо интересно будет показывать, но он просто рис. Кстати, давайте попробуем. Что-нибудь индусы, китайцы, точнее, сделали в индийском стиле. Классика. Безвкусный китайский рис. Давайте пробовать. О, нормально ждет. Нормально ждет. И тут мы приходим к тому, с чего я вообще начинал этот ролик. Энни не нравится из этого ресторана. Этот ресторан находился недалеко от моей работы. И Энни как-то зашла туда на разведку поесть. Я хотел сходить в этот ресторан и снять оттуда. Он очень малюсенький, он очень маленький. Там внутри типа 3 или 4 столика всего. Это скорее кафешка, карри-кафешка такая. Я хотел туда сходить и снять, но Энни разбила все рекомендации и сказала, что их соус очень сильно отдает бараниной. А у Энни она любит практически все. Она любит вообще любую еду, кроме баранины. Терпеть не может вот привкус баранины. Вот для нее это просто яд. И ей показалось, что есть привкус баранины. Я пока не почувствовал. Я чувствую сливки. Я чувствую достаточно такую приличную остроту. И я чувствую карри. Я чувствую очень вкусный карри. Картоха очень странной консистенции. Очень странной. Как будто она была очень сильно так пожарена, почти во фритюре, как фритюрная картоха, а потом просто окунута в карри. То есть, снаружи вот есть эта корочка обжаренная, а внутри она типа как слегка-слегка фритюрно пережаренная. Вот представьте себе картошку фри слегка пережаренную. То есть, она внутри уже превратилась в такую ватку. То есть, она не совсем такая нежная внутри картоха, а уже такая ватка. А снаружи прям грубоватая корочка. И вот здесь подобная же ситуация. Да. Они по ходу дела делают картоху фри отдельно, а потом ее кидают в карри. Что по мясу-то? Ну, скажем так, это не индийский карри, это не тайский карри, это гонконгский карри. Вот. Это, наверное, очень, да какое очень сложно, блин, невозможно передать словами тонкости этой ситуации. Потому что, блин, здесь все вот на грани понимания. То есть, это вот как слепому человеку объяснять разницу между красным и розовым, да. Это надо вот понять. Потому что индийский карри, он, он ярче, он грубее, он такой более насыщенный, что ли. Потому что индийская еда сама по себе достаточно скучная. У них очень мало, маленькое разнообразие в плане продуктов. Рис, вот эти хлебушки всякие жареные, и какой-то минимальный набор овощей. И мяса даже временами отсутствует, потому что огромное количество там вегетарианцев. Даже там, где есть мясо, этого мяса всегда, это очень низкого качества баранина, это курица, и это рыба. Говядина, священная корова, нельзя есть, свинина тоже нельзя есть. Вот, и получается, что как бы очень маленький набор продуктов, и этот набор продуктов, прикиньте, скольки тысячелетняя у индусов история, там, блин, три, сколько, какой три, пять, семь тысяч лет непрерывной истории этой страны. И все это время надо было хавать, все это время надо было просто не сойти с ума от однообразия своей еды. Естественно, пришли специи, естественно, пришли специи, и они стали мастера специй. И этими специями начали забивать просто однообразную еду, и зачастую, причем, ну, там, с холодильниками до сих пор у них не самая лучшая ситуация, не самую свежую еду, начали забивать огромным количеством специй. Это, знаете, как история парфюмерии в Европе, да, парфюмерия возникла не из-за того, что у европейцев, где-то там, у французов был какой-то вот шикарный, тонкий вообще стиль, и они хотели вот разнообразить ароматы. Нет, потому что мыться никто не хотел, и все воняли вокруг, и надо было что-то придумывать, и, соответственно, парфюмерия пошла от противного, от противного, да, от противного запаха, от обратного все пошло, и, соответственно, все вокруг воняли, надо было от этого как-то избавляться. Развелась парфюмерия. Вокруг все люди некрасивые, соответственно, развивается мода. Вокруг невкусная однообразная еда, развивается тема специй, соусов и так далее соответственно здесь примерно то же самое в таиланде не так в таиланде все-таки количество фруктов количество морепродуктов количество доступной еды корову жрать можно и свинью жрать можно все что угодно жрать можно и этим тайцам и соответственно там разнообразие больше и сами вкусы более такие сложные сложно сочиненные поэтому тайский карри очень многим огромному количеству людей нравится куда больше здесь же китаизировано очень сильно китаизировано потому что слишком вот эти яркие вкусы они китайцев отпугивают они более вот сладковатая пусть будет острая но пусть будет сладковатая менее соленая менее яркая вот это в плане непонятных специй то есть набор специй который здесь видимо с 80-х годов претерпел изменения и какими бы не были прошаренными прокачанными гонконгцы внутри себя дома на кухне в спальне они все еще остаются китайцами и кто бы мне что не говорил кто бы мне что не рассказывал что гонконгцы это не китайцы китайцы и тайваньцы это китайцы ментальность на базовом уровне всегда очень схожая и очень одинаковая и вот эта кантонская тема сладковатого мяса сладковатой еды слегка острая не без перебора в острое она здесь очень ярко чувствуется поэтому по итогу мы получаем вот это картоха вкусненькие брокколи я честно говоря больше любитель цветной капусты чем брокколи но это тоже нормально картоха не очень честно признаюсь потому что по мне было варю просто вареная картоха была бы лучше чем вот это из фритюра нормальное мясо легко прожевывается вкусненькое мясо и самое главное конечно этот соус соус бомбический похожий на все и не похожий ни на что и прежде чем я закончу я скажу еще одну вещь такую затравочку на будущее видео этот соус немножко похож на сатэ потому что я чувствую в нем нотки кунжутной пасты и буквально недавно буквально на днях на канале константина а как костяна моего хорошего друга я увидел интересную штуку он готовил различные вьетнамские соусы и в какой-то момент говорит а сюда надо добавить сатэ и добавляет какую-то красную жижу из бутылки я сижу такой сатэ я прекрасно представляю себе что такое сатэ и я я ел очень много сатэ в своей жизни потому что наравне с карри сатэ это как бы одна из вещей которые я очень сильно уважаю в южноазиатской кухне я ел разное сатэ я ел китайское сатэ потому что в китае вообще отдельная история с сатэ они нашли тут отдельное применение этой штуки я ел оригинальный малазийский сатэ малайский то есть он не то что не то чтобы в малайзии он больше даже в сингапуре распространен на именно малайская кухня я ел индонезийский сатэ который близок и тоже взят из малайской кухни и это все было не то никогда не было такой красной жижи из бутылочки поэтому давайте так про карри я надеюсь что-то вам рассказал я надеюсь вы скушали там бутербродик скушали борщец скушали какие-нибудь вкусных пельменей пишите обязательно в комментариях чего вы ели под это видео и пишите обязательно интересно ли бы было вам послушать все что я знаю про сатэ и наверное придется заказывать из двух-трех ресторанов потому что сатэ более юго-восточный он продается в одних местах а сатэ более местный прямо то что китайцы сделали из сатэ продается в других ресторанах поэтому это будет немножечко дороже чем обычно и нужна мотивация пишите обязательно в комментариях нужно ли это делать а на сегодня я буду с вами потихоньку прощаться желаю вам хорошей погоды чтобы зима быстро закончилась и наступила хотя бы вот так 26 градусов тепла у нас сегодня 29 ноября ух да я думаю в декабре не особо чего поменяется только концу наверное станет прям ну так прилично похолоднее градусов наверно 19 все опустится поэтому желаю вам хорошей погоды желаю вам заботиться друг о друге не болейте а у меня на этом все спасибо пока а а а а а